МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На YouTube вас приветствует Дарья Тупузлеева. И Владимир Сметанин. Сегодня первый дневной разворот в новом наступившем 2023 году. Ну, ты знаешь, вот обратил внимание... Год только начался, и у нас уже какие-то экстремальные ситуации. Я хочу с более легкой темы начать. Вот каждый год вот эти новости появляются. Суть их в том, как нам войти, включиться активно вот в этот рабочий процесс. Специалисты, психологи разные там дают советы. И вот в очередной раз мне сегодня статья попалась на глаза. Самый первый совет не браться сразу же сходу за самые сложные какие-то дела. Надо потихонечку, потихонечку включаться в этот рабочий процесс. Специалисты советуют, если вы возьмете за какое-то глобальное дело, сразу, что называется, с места в карьер, то есть большие шансы, что уныние вас обуяет. Мне кажется, специалисты сами никогда, видимо, не работали, те, кто вот эти вот советы дает. Очень странный совет, потому что ничто так не помогает войти в рабочий процесс, как сложная задача, которая у тебя появляется. Шоковая, что называется. То есть вот ты только вышел на работу, у тебя сразу автобусы не заводятся, провода порваны, все, и у тебя сразу какой Новый год, какие праздники, все, ты свеж как огурчик. В общем, мы сегодня будем говорить, по большому счету, два часа о том, как прожил наш город в предыдущие новогодние каникулы, в последние дни, в предстоящие дни, что было с транспортом, как расчищались дороги, какие сообщения, жалобы фиксировались от жителей города и области в плане пожарной безопасности, в плане дорожной безопасности, работы коммунальных ресурсоснабжающих организаций. Вот мы заранее договорились с представителями многих служб, и сегодня в течение нашей программы мы будем с ними общаться. Да? Всех собрали. Как впечатление, Даш, от прошедших новогодних праздников? Меня неделю вместе с семьей не было. Когда мы вернулись 6 числа, я очень был удивлен, что... Ой, дороги-то как неважно почищенные в городе. Я, на самом деле, практически никуда не выбиралась из района. Только 3 числа, по-моему, мы куда-то съездили. А, мы съездили в Макси. Я ужаснулась количеству людей, да. Людей, которые совершают покупки? Я не знаю, что они там делали на самом деле. Потому что в самом торговом центре, казалось бы, ну, то есть не было какой-то толкучки или еще чего-то. Я не знаю, где все эти люди были, но на парковке вообще было невозможно припарковаться. И она, да, была местами не очень хорошо очищена, поэтому такая проблема была. Вот. Ну, а потом начались морозы, а я, ну, в принципе, зиму не очень люблю. И снег. И вот это все. В общем, такое... Я сидела... Околодепрессивное состояние, да? Я сидела дома, поэтому ни морозы, ни вышедшие на линию общественный транспорт, ни нечищенные карманы меня не тронули. Ты закрылась от этого, да? Я в домике. И все. Да. Наш первый гость у нас на связи по телефону Артем Драчков, замначальника департамента городского хозяйства администрации Кирова. Артем Владимирович, приветствуем вас. Здравствуйте. Да, с наступившим вас Новым годом. В первую очередь, да. Нам хотелось бы поговорить о том, как городские службы отработали в последние дни. Нас интересует и очистка проезжей части, тротуаров, о чем мы с вами до Нового года говорили. Интересует работа общественного транспорта. Было очень много претензий накануне. Власти сообщали, что на некоторых маршрутах практически до 50 автобусов не выходили. Это было связано в том числе с невозможностью запустить утром в мороз технику. Давайте вот с общественного транспорта начнем. Удалось ли сегодня, 10 января, во вторник нормализовать работу общественного транспорта в областном центре? Ну, если уточнить, то по общественному транспорту у нас выпуск на вчерашний день составлял 79% в среднем по городу. Средний. При нормативе там 90%. Естественно, недоработка перевозчиков была, оперативно была проведена с ними встреча. Выяснили проблемы, почему не могли завести технику. В том числе проблема была по топливу, потому что незимнее топливо было на заправочных станциях, которым пользуются частные перевозчики. Они эту проблему оперативно решают. Простите, мы имеем в виду дизельное топливо, да, как известно, есть зимнее, есть летнее. А что там, запасы летнего остались, и они пытались их еще израсходовать или так? К сожалению, что есть Арктик такой марки топлива, и он до минус 47, а не зимнее топливо, которое там до минус 30. Естественно, при температурах низких она загустевает и не позволяет, грубо говоря, запустить двигатель быстро после того, как его только отогреют. Поэтому сегодня в ночь техника не глушилась для того, чтобы утром выехать на уличную дорожную сеть и маршруты обслуживать уже в том объеме, в котором предусмотрено. Сегодня ситуация значительно лучше, чем вчера. Но, естественно, в связи с тем, что топливо засорило, так сказать, топливную систему, поэтому к завтрашнему дню ситуация стабилизируется в полном объеме воды. Что с обрывами проводов троллейбусных? Удалось ли там восстановить контактную сеть? Мы локализовали разрывы, то есть там было у нас три обрыва, то есть магистральных. Естественно, если обрыв существует, троллейбусы приостанавливают свою деятельность на данном. Естественно, в данном случае у нас здесь задублированность маршрутов существует с троллейбусом, поэтому так сильно пассажиры не пострадали, потому что смогли пересесть на автобусные маршруты. Но бригада оперативно отработала, и, в принципе, уже в середине дня полном объеме троллейбусы работали на всех линиях. Какие еще возникли проблемы у перевозчиков? Вы сказали, топливо, невозможность из-за того, что оно загустело запустить моторы. Что-то еще есть, что повлияло? Ну, здесь, видите, большое количество людей, которые находятся на больничном. К сожалению, вы знаете, что в конце года прошлого эпидемия, так скажем, гриппа была в городе. И, слава богу, что морозы ударили, и, в принципе, люди стали выздоравливать. Но техника здесь, в данном случае, я считаю, что она справилась на удовлетворительный уровень. Но, к сожалению, не вся техника в полном объеме вышла. Сейчас подрядчики дорабатывают, и уже если в Крещенске морозы повторятся, то будут готовы, чтобы не было таких проблем, как сейчас. Водители-кондукторы вы имеете в виду, да, в том числе, заболели? Да-да-да, водители-кондукторы. Это у нас основной персонал, который обеспечивает выпуск на линию транспортных средств. КПАД накануне тоже давали комментарий по поводу невыпуска своего транспорта. Упоминали, что были проблемы у них с нефазами, которые работают на газомоторном топливе. Там удалось ли проблему решить? По газомоторному топливу у них проблема конденсата. То есть, когда из, грубо говоря, теплого бокса машина выезжает, у нее образуется конденсат, либо при запуске, и машина не едет. То есть, вот на новых нефазах такая ситуация случилась. Директор КПАД проблему в ручном режиме удалось решить частично. Вот тоже к завтрашнему дню, надеюсь, эта проблема будет решена уже полностью. Сегодня, несмотря на то, что выпуск транспорта, общественного транспорта увеличился, жалобы есть от горожан? Что где-то недостаточно вот еще? Уже, вот знаете, таких массовых жалоб нет, в которых транспортного коллапса нет, потому что, в принципе, вся техника у нас на линии, то есть, весь пригород 100% обеспечен транспортом, а там технику недовыпустили только на тех маршрутах, где задублированность есть. То есть, человек, выйдя на остановку участного транспорта, может воспользоваться другим маршрутом и тем самым, как бы, минимизировать ожидания на остановке. Тем самым мы постарались снизить проблему невыпуска автобусов в целом в городе, для того, чтобы пассажирам было комфортно. Ну и, естественно, первый день жалобы были почему? Потому что большое количество автовладельцев оставили свои автомобили, так скажем, во дворе и решили воспользоваться общественным транспортом. Вот и все. То есть, вчера было рекордное количество перевезенных пассажиров за три года. То есть, первый раз мы там перевезли около 200... То есть, не то, чтобы люди вот сами приняли это решение, взяли друг с машиной. Вынудил мороз. Да, из-за мороза люди машину свою не могли завести. Естественно, воспользовались пассажирским транспортом. Ну, заметно, заметно, да. Заметно, что накануне, в понедельник, транспорта личного легковых автомобилей на дорогах было значительно меньше. Да и сегодня мне тоже показалось, что не очень много. Смотрите, вот еще раз вам покажу, что за три года, это впервые, мы перевезли за день, там, более, около 200 тысяч человек. Вот в такой, как бы, период, когда, в принципе, в этот день праздничный, там, и послепраздничный, такого большого количества людей не пользуются. Причем у нас еще и школьники вчера не учились в большинстве своем. А это, кстати, это нас во сколько раз рост? 200 тысяч? Нет, ну, не то, чтобы во сколько раз, это значительно больше. Значит, ну, наполовину, например, на 50% больше. На 25% больше. Ага. Ну, такая, да, значительная довольно сумма. Ну, и давайте перейдем... То есть, вот, школьники у нас не ездили вчера, поэтому... То есть, это, получается, без школьников вот рост такой, да, относительно? Да, 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 да. Именно взрослое население, которое вчера ездило. То есть, мы вчера целый день следили за тем, как маршруты у нас ходят, автобусы, и люди передвигаются. Поэтому вот вчера в основном это взрослое население передвигалось. Ну, давайте сейчас перейдем, Артем Владимирович, к уборке города, к работе подрядных организаций. Надо полагать, что у подрядчиков тоже могли возникнуть проблемы из-за морозов с выводом техники в город. Так ли это? Ну, да, смотрите, если с 1 по 9 января мы берем новогоднюю каникулу, да, содержание УДС продолжалось в штатном режиме. Техника и люди работали круглосуточно. В среднем выход техники составлял от 16 единиц на тротуарах и 44 на проезжих частях. Ну, и вспомогательная техника, то есть, которая задействована на снеговыиске. И, естественно, специалисты ручного труда трудились в среднем. Там по 70 человек выходили на работу. Но в связи с тем, что морозы тоже повлияли на снеговыиску, то есть машину для снеговыиска нельзя выпускать на линию при температурах ниже 25. Ее можно выпустить, конечно, но она сразу, грубо говоря, будет работать в таких сложных погодных условиях, что приведет либо к поломке ее, либо к скорейшему, грубо говоря, выходу из строя. Мы сейчас могли бы пожертвовать, грубо говоря, и 2-3 дня поработать в морозы, но потом на плановый ремонт встать и потерять драгоценное время. Поэтому было принято решение, что в морозы технику на снеговыиску мы не бережем. Да, бережем. И сегодня с ночи там температура уже опускаться у нас ближе к минус 25, и начинаем уже большими объемами вывозить снег с тех зауженных улиц, где у нас существует. Сейчас мы, вы видели, по городу формируем снежные валы в дневное время, для того, чтобы парковочные карманы, заезды были свободны. В прошлом году у нас такого не было. Здесь нынче практиков формируют кучи, и их затем вывозим. То есть сегодня ночью начнете вывозить снег? Сегодня ночью, да, уже несколько звеньев выйдет для того, чтобы вывезти. А в полном объеме нарастим это со среды на четверг. Какие улицы будут, в первую очередь, в работе? Магистральные, как обычно, с большим трафиком? Сначала магистральные, но вы видели, что магистральные улицы мы, в принципе, после снегопада отработали. Ну да, они в более-менее приличном состоянии. Теперь большой упор именно на зауженные. Такие там улицы, как Мопро, Роза-Люксембург, то есть второстепенно улицы, которые необходимо очистить полностью, для того, чтобы пропускная способность улучшилась. Ну и в очередной раз, видимо, обращаемся к автовладельцам. Пожалуйста, постарайтесь не мешать работе снегоуборочной техники, оставляя свои транспортные средства на краю проезжей части. Да, благодарим вас за этот комментарий. Артем Драчков, замначальника департамента городского хозяйства администрации Кирова, был с нами на связи. Вот видишь, как получается. Мороз все расставил по своим местам, да, и общественному транспорту, и прочим структурам создал большие-большие сложности. Ну, у нас по прогнозу ожидается повышение температуры воздуха со среды, то есть с завтрашнего дня. Ну, завтра вроде бы там уже около 12 градусов должно быть. Да, но уже сегодня заметно, что не так морозно, как вчера днем. Сейчас порядка 25-24 градусов в Кирове. Вот как сейчас Артем Владимирович сказал, уже, в принципе, наверное, снегоуборочную технику уже можно потихонечку начать активно выводить. Ну, а наиболее интенсивная эта работа будет проводиться сегодня ночью. И далее с ночи со среды на четверг и так далее. Будем общаться дальше. Хотелось бы пообщаться сейчас с представителем МЧС, да, пожарным надзором нашего региона. Не секрет, что как только у нас идет понижение температуры воздуха, у нас сразу же начинаются инциденты с топкой печей, да, это характерно для сельской местности, для частного сектора, да, вот такие трагичные новости начинают поступать. Итак, да. Александр Матвиенков с нами на связи, заместитель главного государственного инспектора Кировской области по пожарному надзору. Александр Николаевич, добрый день. Добрый день. Добрый день, Александр Николаевич. Как прошли у нас эти праздничные дни? Все ли было спокойно или не удалось избежать каких-то неприятных, возможно, инцидентов? Да, и структура этих происшествий, это возгорание жилых помещений, были ли какие-то инциденты, связанные с пиротехникой? И, пожалуйста, поведайте нам. Да, значит, ну, последствия пожаров, произошедших в эти новогодние праздники, это с 1 по 8 января, так мы их считаем, они у нас, в принципе, аналогичны последствиям прошлогодних, новогодних праздников. То есть, произошел 41 пожар, в прошлом году их было 42. На пожарах, к сожалению, погибло 5 человек. Из-за прошлого новогодние праздники их было столько же, тоже было 5. Травмировано оказалось 3 человека. Это увеличение, по сравнению к прошлогоднему периоду, прошлого новогоднего праздника травмировался только один. Наибольшее количество пожаров у нас произошло, как всегда, в жилом секторе. Составило больше половины от всего количества. Горели в основном жилые дома, квартиры в жилом секторе. По причинам возникновения пожаров распределение следующее. Неосторожное обращение с огнем, оно всегда у нас представляет основную долю этих случаев. Оно у нас в 16 случаев, то есть, менее половины. Далее идут электротехническая причина и нарушение при эксплуатации печного отопления. Ну вот, что отдельно хотелось бы остановиться по поводу погибших на пожарах людей. То, о чем я сказал. 5 граждан. 5 граждан. 5 граждан. И вот двое из них точно знаем, что причина ихних пожаров была связана с неисправностью или неправильной эксплуатацией печного отопления. Еще один погибший. У нас неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения. То есть, курение, курение, этот случай, судя по всему, будет у нас основным. Вот, что касается именно периода с первого по восьмое. И как развиваются события у нас сейчас? Да, в начале. Мы уже сказали сегодня о том, что, да, понижение температуры, оно свой отпечаток, несомненно, накладывает. Люди начинают пользоваться какими-то и самодельными электрооборядерными устройствами, и перекаливать печи. Все это, конечно же, ведет к росту пожаров. И за вчерашние сутки у нас уже было выявлено 8 случаев. 8 пожаров у нас за сутки произошло. Это большое количество. Ну, мы имеем в виду территорию всего региона, да, безусловно. Да, Кировская область. Были ли случаи, Александр Николаевич, связанные с пиротехникой, повторюсь, фейерверками, петардами? Приходилось ли реагировать специалистам на какие-то вот такие вызовы? Нет, вы знаете, в этом случае у нас более-менее благополучно все обстоит. Обошлось, да? На сегодняшний день. Да, потому что ни случаев пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, а детские праздники, они в любом случае проходили, значит, ни случаев в этих учреждениях, ни случаев пожаров от пиротехники у нас не зарегистрировано. Ну, я думаю, стоит еще уделить хотя бы минутку внимания для того, чтобы напомнить еще слушателям, как все-таки вести себя в условиях холодов, морозов, элементарной основы пожарной безопасности. Давайте это сделаем. Да, хотел бы обратиться к жителям нашего города и области в целом с напоминанием о том, что пожар это тот случай, который никто не застрахован от него. И обращая внимание на те причины, о которых я сказал выше, о том, что основное у нас электрооборудование, конечно же, напоминаем, что нельзя пользоваться самодельными электронагревательными приборами, неисправными, значит, электротехническими какими-то установками. Ну, а то, что касается отопления и пожаров, связанных с нарушением его эксплуатации печей, то напоминаю о том, что категорически запрещается оставлять печи без присмотра, которые топятся, или поручать надзор за этим детям. Также располагать топливо, другие горючие вещества, материалы на притопочных листах, использовать для розжига печей бензин, керосин, ну и просто перекаливать печи. Вот от этого хотелось бы предостеречь наших с вами граждан. Спасибо большое за эти рекомендации. Александр Матвиенков был с нами на связи, замглавного государственного инспектора Кировской области по пожарному надзору. Вот сейчас тему тепла, отопления затронули, и до перерыва нам хотелось бы еще пообщаться, конечно, с представителем Кировского филиала Т-Плюс, ресурсно-снабжающей организацией, которая обеспечивает нас теплом непосредственно в областном центре в Кирово-Чепецке. Ну, по поводу, да, электричества, проблем с электричеством, моя семья столкнулась тут в новогодние праздники, были мы вдалеке от областного центра, сидя за столом, что называется, в одном из дней у нас отключилось электричество полностью. Я давненько с таким не сталкивался. Пришлось воспользоваться добротой соседей, которые предложили... Я думала, свечами. Нет, вот вам удлинитель, вот, пожалуйста, тяните, вот, розеточка, но спустя пару часов у них тоже отрубился, что называется, свет, вот, до раннего утра мы так вот провели, да, в романтической такой обстановке. Олег Прохоренко с нами на связи, руководитель пресс-службы Кировского филиала Т-Плюс. Олег, добрый день. Добрый день, коллеги. Да, добрый день, Олег. Я с вами, да, да. Ну, должен сказать, что... Как вы работаете, как вы работаете, как вы работали последние дни? Основной наш вопрос, да. Да, ключевое это то, что праздничные дни достаточно спокойно прошли и без каких-то серьезных инцидентов. Понятно, что доля большая в этом, в том числе качественная подготовка объектов теплоснабжения ТЭЦ, котельных, то есть в летний период, период ремонтов, вот. Ну, были, конечно, точечные жалобы где-то за воздушивание, где-то что-то, и очень оперативно у нас с управляющими компаниями отрабатывали сотрудники теплоинспекции энергосбыта. Здесь тоже нужно отдать должное, то есть все выходные, все праздники, они работали. Устраняли точечные дефекты, ну, немного, всего 8 дефектов за этот период, причем без каких-то отключений, длительных отключений потребителей. Сейчас в эти морозные дни особенно пристанно смотрим, и даже если где-то есть небольшие утечки, там, парения, мы собираем эту информацию, фиксируем. Но все работы будут проводиться уже, когда спадут морозы, когда будет более комфортная температура, и можно будет на продолжительное время, на несколько часов для проведения ремонтных работ, отключать теплосеть. Должен сказать также, что у нас дома сейчас остывают, потому что построены они под температурные нормативы до минус 32 градусов Цельсия. Даже при достаточно высокой температуре теплоносителя, отпуск 120 градусов и даже 122 сегодня на утро стоит, все равно это как бы, ну, то, что стены промерзают, у домов у многих сказывается и немножко похолодало в квартирах. Я думаю, что это кратковременное явление. Сейчас морозы спадут и нормализуется эта история тоже. Вот. Кроме того, в эти дни праздничные мы сделали небольшой подарок жителям улицы Есенина по программе 23-го года, по консессионной программе, там, котельная одна выводится из эксплуатации, дровяная, которая эксплуатировалась теплоком, и уже работает, думаю, газовая котельная мощностью, там, два котла, общей мощностью 1,2 мегаватта. Я сегодня выезжал, как раз смотрел, как они работают, как отапливают дома на этой улице, это в район чистых продах. То есть это вот буквально недавно, да, подключили вы к себе, к своим сетям? Да, то есть пусконаладка шла, началась до Нового года, и с 3 января уже потребители запитаны от такой котельной. Олег, а... Минуту у нас. Можно как-то сравнить вот с прошлыми годами, да, до того, как началось... Как это вот это... Консессионное соглашение или что? Да, до того, как массово начали ремонтировать сети, то есть были ли до этого, да, в такие морозы какие-то аварии, и есть ли они сейчас вот... Ну, безусловно, если посмотреть, что было там 4-5 лет назад, это всегда было сложнее, всегда гораздо больше было каких-то дефектов, и с точки зрения жалоб потребителей, наверное, ситуация была куда более радикальной. Сейчас все-таки спокойнее стало, много оборудований, помимо теплосетей, много оборудований еще на ЦТП, и они автоматизированы, центральные тепловые пункты, и в домах оборудование тоже обновляется, устанавливается автоматика погодозависимая, и это играет очень хорошо на качество отопления, горячего водоснабжения потребителей. Ну, еще добавлю, что если все-таки у вас холодно где-то... У нас 20 секунд, да. ...стояк холодный, нужно обращаться в управляющую компанию, либо, если она не реагирует, понятно, в госжилу инспекцию, можно в том числе обращаться и к нам на тепловую справочную службу 744-901 для того, чтобы передать свою информацию. И точно так же туда можно обращаться, если где-то видите парение из-за земли, чтобы они тоже были в курсе и правильнее. Олег, благодарим, да, спасибо за эту информацию. Олег Прохоренко, руководитель пресс-службы кировского филиала компании Т-Плюс. Первая часть завершается. Программы «Мы не прощаемся». Дневной разворот. Продолжаем. Дарья Допузлеева, Владимир Сметанин. Говорим о том, как прошли новогодние праздники, как прошел вчерашний первый рабочий день, когда приключился у нас небольшой транспортный коллапс из-за морозов. До 50% техники по некоторым маршрутам не вышли на линию. Но сегодня вроде бы часть проблем удалось перевозчикам решить. Решить? И они будут решаться, да. Как обещает нам администрация, по крайней мере. Что касается сетей, да, коммунальных. Вот сейчас мы поговорили с Олегом Прохоренко из Т-Плюс. К счастью, удалось избежать, да, каких-то крупных серьезных аварий. И МЧС сказали, что тоже не было никаких инцидентов, связанных с пиротехникой, бенгальскими огнями и прочими новогодними развлечениями. Сейчас еще попытаемся выяснить ситуацию с травматизмом, с обморожениями. Потому что погода тоже такая не очень, что называется. Новогодние праздники. Люди, некоторые, пребывают в состоянии алкогольного опьянения. Да, это тоже способствует. Мы что, будем общаться, да. Сергей Каравеев, заведующий отделением экстренной помощи Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии. Сергей Анатольевич, приветствуем вас. Здравствуйте. Да, очень хотелось бы, чтобы вы осветили информацию с тем, какие травмы получали жители города в последние дни, в новогодние каникулы. И тем самым предостеречь, да, от дальнейшего ухудшения ситуации. Поделитесь, пожалуйста. Вот, в частности, накануне Минздрав публиковал сведения о кировчанах, пострадавших от морозов. Я имею в виду случай обморожения. Сколько их? Да, за период, который интересует радиослушателей, к нам обратилось данной травмой 15 человек. Одному пациенту потребовалась госпитализация, 14 получили помощь амбулаторно. Что это за случай? Люди, не знаю, опять же, пребывали в состоянии опьянения? Или просто по неосторожности. Где-то задержались на морозе, не дай бог уснули. К сожалению, да, здесь имеет место прямая корреляция. Естественно, что человек, который употребил спиртное, у него, может быть, в какой-то степени снижается критика к окружающей обстановке. Соответственно, вовремя он не замечает, что он уже переохладился, локально имеется в виду. И, соответственно, в таком состоянии отморожение получают гораздо чаще, нежели люди, не употреблявшие алкоголь. Несовершеннолетние дети есть среди этих 15 человек, получишь? Нет, это все взрослые люди. Да, это взрослые люди. Что касается льда, падений на улице, на тротуарах, эти случаи фиксировались? Ну, они были единичными, но какого-то увеличения в эти дни, по крайней мере, не было. Накануне Нового года, я помню, публиковалась информация о пострадавшем мальчике от взрыва петарды, 12 лет. Были ли такие случаи, связанные именно с применением пиротехнических изделий, пострадавшие от их использования? Нет. Нет? Таких случаев не было. Ну, слава богу, только остается добавить, да. Да, и все-таки зима продолжается, морозы продолжаются. На что, на ваш взгляд, следует обратить внимание всем нам, выходя на улицу, находясь дома, чтобы не стать, так скажем, вашим пациентом? Ну, конечно, что касается термической травмы, особенно это актуально в последние дни, когда морозы резко усилились, естественно, нужно тепло одеваться, минимизировать время нахождения на улице, ну и, естественно, в очередной раз повторим, что не употребляя алкоголь, мы, в общем-то, уберегаем себя и от термической травмы в виде отморожения, о чем мы говорили ранее, ну и все-таки от незапланированных падений. А дома как-то можно себя подготовить к выходу на мороз? Нет, я имею в виду, что вот если ты подозреваешь, что у тебя обморожение, то есть нужно сразу к врачу обращаться или как-то вот можно понять, что... Да, безусловно, в данном случае заниматься самолечением и пользоваться какими-то народными средствами не стоит, потому что, как правило, все вот эти народные средства, они, наоборот, усугубляют полученную термическую травму в виде отморожения. То есть ни в коем случае, что при ожогах, что при холодовой травме, нужно сразу обращаться к врачу. Никакого маслица? Да, специалист, который оказывает помощь при данной травме, работает в мост-приемном отделении круглосуточно. Спасибо, спасибо. Сергей Караваев был с нами на связи, заведующий отделением экстренной помощи Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии. У нас остается, конечно, мало времени, буквально 2-3 минуты, но мы хотели бы в том числе пообщаться и с Игорем Панкратовым, это руководитель Центра управления регионом Кировской области. Та структура, которая активно, в том числе, отслеживает всевозможные жалобы, обращения кировчан в социальных сетях. И тоже бы хотелось прояснить ситуацию, с чем, собственно, этот поток жалоб, претензий был связан в последнее время. Фигурировали ли там, собственно, вот эти же самые коммунальщики, о которых мы сейчас говорили, возможно, медицина, чтобы осветить в целом ситуацию. Но я думаю, что вряд ли она отличается, конечно, от предыдущих лет, о чем мы уже сегодня слышали в нашей программе. Игорь Панкратов с нами на связи, руководитель Центра управления регионом Кировской области. Игорь Владимирович, добрый день. Добрый день. Немного у нас времени, к сожалению, полторы минутки, да, буквально. Основные жалобы по праздникам. Что вы фиксировали, что отмечали, какие особенности? Ну, основные у нас были обращения, связанные с благоустройством. Это уборка дорог, тротуаров и уборка внутридомовых проездов. Это вот основные. И второе направление, это, конечно, связано с отоплением. Это, в первую очередь, котельнический район. Но у нас в социальных сетях об этом много писали. На данный момент ситуация нормализована. И, ну, то есть хорошо, что все службы были в рабочем состоянии. И, может быть, не в один день, но в течение нескольких дней ситуация была решена. И тепло было повышено до того нормативного состояния, которое необходимо. А вот градус, накал этих жалоб можно оценить? Люди прям негодовали? Прям требовали? Или все доброе? Нет, но количество обращений, если сравнивать с прошлым годом, оно у нас в три раза больше. Но это, в первую очередь, связано вообще с увеличением количества обращений. У нас сейчас заведены паблики практически у каждой администрации, у каждого подвесного учреждения. Людям больше стали отвечать, более стали отвечать конкретнее. И поэтому люди пишут именно туда. И у нас, если в прошлом году, там, за весь год, за 21-й было 31 тысячи обращений, то вот уже, допустим, за 22-е 52 тысячи обращений. То есть количество вообще увеличивается, и в том числе увеличивается и в новогодние праздники. Ну, если брать с прошлым годом, то в прошлом году больше было обращений по общественному транспорту. В этом году у нас вот связано с очищением дорог и наледей дворов. А общественный транспорт ушел там на третью позицию. Он не был так сильно актуален. Игорь Владимирович, да, простите, пожалуйста, у нас времени совершенно нет. Спасибо, что уделили нам внимание. Мы поняли, да, в общем и целом тенденции. Чуть-чуть не хватило времени, но ничего, еще пообщаемся, я думаю, поподробнее. Игорь Панкратов, руководитель Центра управления регионом Кировской области. Завершаем первую часть нашей программы. Через 20 минут продолжим. Продолжение следует...